Средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Чтобы не допустить массового заболевания и перехода на дистанционное обучение, забота о здоровье учеников в школах в новом учебном году выходит на первый план. Поэтому осматривая здания, члены комиссии особое внимание уделяют проверке соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В каждом кабинете на видном месте стоят флаконы с дезинфицирующими средствами. Дополнительно в этом году мы проверяем выполнение требований санитарных правил, утвержденных в связи с пандемией коронавируса. Поэтому дополнительно осмотрим наличие и закуплены ли школой дезинфицированных средств, закуплены ли школой бактерицидные облучатели, либо рециркуляторы, бесконтактные термометры. Пока школы готовятся работать в очном формате. Комиссия проверяет документацию к новому учебному году, а также здания и все кабинеты. Мы будем ввести входной контроль детей, температуру измерять, средства дезинфекции в каждом классе будут находиться и на входе в школу. Если угроза распространения будет расти или сохраняться, то будем принимать какие-то другие методы организационного плана. Например, перейдем на классную систему. Традиционно в состав комиссии входят специалисты пожарного надзора и сотрудники полиции. Первые обследуют направление пожарной безопасности, наличие огнетушителей, исправность электропроводки и доступность запасных выходов. Антитеррористическую защищенность здания проверяют полицейские. В этом году дополнительно было рекомендовано министерствам и в нашей комиссии присутствуют сотрудники БДД, которые проверяют вопросы соблюдения транспортной безопасности, паспорта дорожного движения. Комиссия по приемке учебных заведений к 1 сентября будет работать в Сарове с 4 по 7 августа. За это время специалисты осмотрят все школы, учреждения дополнительного образования и два негосударственных заведения – частный детский сад и православную гимназию. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.